Приветствую вас! У нас тут террария обновилась. Версия 1.4 под названием Journey Sand, что переводится как конец путешествия. Версия новая и уже последняя. То есть более обновлений на эту игру не будет. Игра теперь может называться конченной. В смысле законченной. Что ж, давайте вместе возьмемся за этот конец путешествия и изучим его. Когда новость об обновлении только вышла, я всем написал, что на недельку покидаю этот реальный мир и ухожу в матрицу. Так и сделал. Забыв про сон и еду, я погрузился в террарию. И прошел ее от начала и до конца. И меня посетило странное ощущение. Изменения вроде есть, но их как будто бы нет. Как так получилось, спросите вы? А очень просто. Добавлено огромное количество контента, но его можно пройти мимо. А то, что вы не пройдете, чаще всего несет косметический характер. Самые крутые и действительные на что-то влияющие штуки находятся в финале игры. А ближе к началу лишь незначительные изменения. Ну и давайте же начнем с начала. Начальный экранчик шикарен. Совсем не то, что было раньше. Весь выбор и настройки очевидны. Хотя я все равно всегда рандомил, зачем мне это. Но тем не менее, тем, кто любит покреативить, создать какого-то определенного персонажа со своими собственными настройками, будет более удобно все делать. Новый режим приключения тот самый Джонни определяется как уровень сложности, что немножко странновато. То есть получается он еще идет до обычного. Это что, легкий что ли? Ну ладно, стартуем, по ходу дела разберемся. В стартовом персонаж зарандомил деда-пердеда и появился на локации с каким-то гнездом на башке. Это прикольно, уже что-то новое. Правда, это что-то новое представляет из себя какую-то супер имбалансную вещь. Птица, которая уничтожает все в радиусе 100 метров и не дает мне ни к чему даже притронуться. Плюс ко всему дает возможность летать на короткое время. Может это поначалу просто так легко, чтобы я не сдыхал прям сразу в первый же день. Облачив дряхлого старца в деревянную бронюшку, к приключениям готов. Что ж, давайте сразу в бой, но прежде чем я засуну свое тело в глубокие норки до пещерки, надо подготовить хату. Наломал дров, построил хрущевку. На первое время сойдет. А теперь можно и отправляться к центру земли. Облегчаторы невероятно бросаются в глаза. Птичья личность делает за меня всю работу. Кратковременный полет делает недоступное доступным. Возможность установки факелов на такое огромное расстояние позволяет ставить их в соседние пещеры. Сложность детского сада, но тем не менее для новичков этот режим подошел бы реально больше всего, потому что приключения, которым названа игра, оно действительно чувствуется. Вместо постоянных мук смерти и забегов от дома до могилы здесь чувствуется путешествие. В первый же день заполнил весь инвентарь и амуницию. Все, что требуется, уже есть. Нашел копье, собрал ее и пришла, пора возвращаться. День второй. Хатка требует расширения, пришли на хлебники. Подрывник и торговец, учитывая, что я уже собрал 50 серебряных монет и гранату. А ведь это еще не все. В сумке еще кристалл сердца лежит, а значит и медсестричка припрется. Ну что ж, как говорится, в тесноте тесно, поэтому строю высотку, чтобы дармоеды отстреливались и обороняться помогали. Еще денек потратил на изучение древесных поселений до глубоких пещер, подсобрал больше предметов и пришла пора строить мою любимую башню Саурона, сооружение которой позволяет моим жильцам-стрельцам отрабатывать хлеб-служа в моей же армии. В подземке был найден демонический глаз, который сегодня ночью мы будем куда-нибудь натягивать. Подход по привычке капитальный. Наварил зелья алхимических, повесил лампы мотивирующие, зажег костры боевые и подсоноки уже посажены. Осталось только заготовить себе лук серебряный из той руды, что нашел в пещере и можно драться. Да не просто можно, а нужно. Мне без помощи сестрички глаз был натянут в кратчайшие сроки. И тут меня начали терзать какие-то смутные сомнения. Я не потратил ни единой жизни, он даже меня не коснулся. А ведь это второй по уровню сложности босс игры. Первого короля слизней я брезгливо проигнорировал и пропустил. Походу где-то в подготовке я немножко перебил. Ну что ж, из ошметка в глаза ктулху делаю себе демонический лук и иду кошмарить следующую животинку. Коей станет пожиратель миров, живущий в порче. Для того, чтобы этот гад обратил на меня внимание, нужно дать ему по шарам. И в отличие от нормальных адекватных созданий, у него их три. И спрятаны они в полостях под эбонитовой почвой, которые кирка не берет. Но, как говорится в пословице, если нужен эбонит, доставай и динамит. Первых два шара отрываю без последствий. После третьего змеюка поднимается, но с последствиями для него же самой. Чувствую, что что-то не то с игрой. Че-то как-то легко. Червяк меня практически не бьет. Что-то мне не нравится этот Джонни. Нужно разбираться. Время наступило. После избиения немощного, возвращаюсь домой и начинаю копать настройки. Ух ты, да тут можно все поменять. И ветерок, и осадки, и сложность, и включить режим неуязвимости. Нет, не для меня. Я, конечно, понимаю, что можно выкрутить все на максимум и не включать себе никаких читов. Но когда есть возможность вот так вот это все менять, нафиг этого Джонни, пойду играть в обычную. Создаю новый мир и нового персонажа. На этот раз помоложе. Старикам тут не место. И о чудо, никаких птичьих читов. Но надо как-то проверить, в этом режиме сложности вообще есть изменения. Валю лес, одеваю телеса в древеса. Делаю деревянный лук, и пока что все по-старому, как будто ничего не изменили. Но стоило взять зубочистку, как я вижу, что могу тыкать ей во всех направлениях. Замечательно. Получай. И ты получай. Что ж, надежная хатка отстроена, но я нарушу самоизоляцию и выйду в этот опасный мир. Ухожу в подземку, калачу посуду. Так, лутбокс, еще лутбокс, еще один, и в каждом какое-то говно. Впрочем, все как обычно. Зато бесплатно. После первого забега я нашел костюм грибка. И привлек подрывника. Коммерсанта старика, раб мужика, сестру наверху поселил. А гид он и раньше тут был. В общем, в следующую ночь зашла кровавая луна. А это значит, что меня будут атаковать орды нежити. И хорошо. Потому что смогу нафармить на призывалку для глаза. Монстра атаковали нещадно, и чувствуется разница по сравнению с тем самым Джонни. Всю нашу разношерстную кампанию гоняли из угла в угол, но выжили. Моя армия миньонов отработала на отлично, надо будет выписать благодарность. А наутро приперлось ощутимое нововведение. Кошатница. Животновод. То есть это, как его? Заолох. Девушка в фуре с ушами и кошачьим хвостом, а может и лисим, продает необычные предметы, в основном касающиеся животных. При первой встрече она будет продавать следующее. Книжка-малышка, обучающая дружбе с животными. Пока носим ее с собой, ни одна шальная наша пуля дуры не навредит безобидным козявочкам. Можешь палеть без разбора во всех направлениях и не бояться, что какая-либо шкура повредится. Крюк-белка. Есть крюк-кошка, а это крюк-белка. Сплетенная из желудея, а на конце привязана белка. И в отличие от других крюков, она умеет хвататься за деревья. На начальной стадии очень полезная, я прям сразу приобрел. Следующим товаром является лицензия на киску. Не на свою, конечно же, а на ту, которую нам позволят завести в случае, если мы ее купим и зачитаем. Хотя, возможно, на свою она тоже имеет. А кисю можно поселить к любому НИПу в комнату. То есть она селится, как второй житель в этой же комнате. Чуть позже добавится еще и другая живность. Собачка. Ничего не делают, просто шлындают, спят иногда, чешутся. Следующий товар воздушный змей в виде карпа. Прикольный, но бесполезный. Как и все прочие воздушные змеи в этой игре, которые будут. Просто так для вида. Наверное, как трофей. Ну и на оставшиеся декоративные уши и хвост ящериц. Никакой роли не выполняют, просто для вида. С преодолением очередного этапа игры ее товары будут пополняться. И ездовые животные, и различные дополнительные прибабахи и плюхи. В общем, все это попозже. Я думал, что эта девушка за олах пришла, потому что я ловил животных. Но на самом деле это не совсем так. Дело в том, что она приходит за открытие бестиаре, так называемого. Который введен тоже в игру как обновление. Как только он заполняется как минимум на 10%, она приходит к нам жить. Выглядит он как книжка сбоку от инвентаря. И заполняется он монстрами в процессе изучения мира, когда мы с ними встречаемся или деремся. Иногда может быть полезен, потому что показывает, какой моб где появляется, в какое время и какой лут с него выпадает. Полезно? Несомненно. А я движусь дальше. Сбегал в пустыню, нарубил кактусов, склепал себе кактусовую броню. Ну что, пофармили, теперь можно и подраться. Для того, чтобы призвать глаз, пришлось идти в багрянец. Там на алтарях делаю из линз призывалку глазоктулху. Вопреки ожиданиям, в первую ночь не я глаз натягиваю, а он меня. Ну а хрена я думал. Это мне не Джонни. Тут уже не расслабишься. Но вторая причина поражения была в использовании гранат, которые меня же и задевали. И в неиспользовании мозгов. Но благо, скрафчено. Было две призывалки. А это значит, что у меня есть второй дубль. Натравливаю глаз на нюпов. Они с ним колотятся. А я выбрал в качестве оружия уже лук. Он для меня не опасен. И как результат, глаз натянут. На этот раз все-таки решил подключить мозги. Буду атаковать босса багрянца под названием мозгтулху. А свои-то не, пока еще не задействовал. Поэтому из собранных ресурсов делаю лук плоти и ее ешку под названием артерия. Хотя по уму надо было пилить кровавый мясорез. Меч, который бьет по большому радиусу и хорошо отталкивает. Что очень помогает с этой мозгоктулхой. Босс мозгтулху очень похож на босса пожирателя миров. Того червя из порчи. Только вместо сфер нужно бить сердца. Вот я и надеялся, что из второго сердца выпадет вилка. Копье, которое хорошо отталкивает. И представьте себе, она и выпала. Ведь невелик шанс, что из пяти возможных предметов сердце выпадет именно вилка мне. Шанс один из пяти. Ведь из трех сердец с первого всегда выпадает пистолет и пистончики. А последнее поднять вообще не успеваем, так как мозг моментально появляется и начинает убивать. Кстати о пистончиках. Их я получил с лихвой. Когда мозг появился, я был точно не готов. В панике начал лупить его с очком. Потом очень долго выбирал нужное оружие, не мог найти вилку в инвентаре. Я запутался, в результате пострелял немножко из лука и окочурился. Но русские не сдаются. Второй заход в эту демоническую клоаку. На этот раз я собрался, напился валерьянки и был готов ко всему. Никакой паники, никакой нервотрепки. Взрываю последнее сердце и жду появления мозга. А вот и он, красавчик. Поначалу он неуязвимый и бить нужно глаза, которые его сопровождают. Они нападают и роятся, будто какие-то пчелы. Глаза лучше бить чем-то пронзающим. Поэтому я использовал стрелы джестера, которые проходят сквозь противников. Как только мне удалось от них избавиться, мозг звереет и начинает нападать в бешенстве, открыв свое главное сердце. Да, сердце в мозге. Прикольно. И вот тут в бой вступает вилка. Дело в том, что мозг Тулху это единственный босс игры, который подвержен отталкиванию. Вот вилочкой его и толкаем. А после победы получаем с мозга ткань и руду, которую можно переплавить на броню. Но, как говорится, между первой и второй мозгой промежуток небольшой. Поэтому фармлю еще раз, покуда хватает сердец. Из собранных с босса ингредиентов собираю багровую броню и новую кирку. А также фрикадельку. Шар колючий на цепи, который обладает теперь новой механикой с выходом этого обновления. Перед ударом его можно раскручивать. Во время раскручивания мы можем бить врагов. То есть те, кто подойдут к нам поближе, будут получать фрикаделькой по щам. Но также по ним же будем получать и мы. Так как враги, подошедшие поближе, будут нас тоже лупить. Зато очень удобно разделываться со всякой мелкой мышкарой. Меч Мясорез тоже делаю, хоть он мне и не нужен. Но так как в будущем его можно соединить с другими мечами и создать один более сильный, я его вынужден скрафтить. Уничтожив зло в багрянце, держу путь на джунгли. В них обновление почти ничего не поменяло. Все так же нужно собирать споры джунглей, жало пчел, лианы, найти лысого из бразерс, который открывает нам доступ к итерианскому испытанию. А также дает 5 медалей, за которые я сразу же покупаю себе баллисту, кое мне поможет при одолении босса джунглей пчелиной матки. Но мои джунглевые блуждания придется прерывать. Подготавливаю площадку для испытания итерианским кристаллом. Лысый уже приперся ко мне на хату и пытается меня споить. Нет, спасибо. К тому же в джунглях мною было найдено зелье гравитации и побаловавшись с ним я улетаю в космос. Ну не совсем, летаю где-то в пределах стратосферы и ищу небесные острова, на которых мне нужно раздобыть меч под названием Звездная Ярость. Ну и также у небожителей много других приколюх. И я его не нашел. Зато нашел проблемы в виде агрессивных гарпий и место падения метеорит. А вот это уже интересно. Из метеорита можно сделать метеоритную броню и бластер. Но он больно сжется, поэтому добывать его приходится не касаясь. Собрав всю руду, двинулся дальше и набрел на рыбака. А это значит в нашем лагере новый поселенец. Не люблю рыбалку вообще в любых играх, поэтому задание его выполнять не буду. Но зато набрел на новых животных, чаечек. Раньше я их не видел. Вернулся домой. Сделал из метеорита броню и бластер. И теперь с чистой совестью могу идти воевать. И тут вспоминаю про Лыцева с его испытаниями. Его время пришло, его время настало. Было сделано много, но надо сделать немало. В самих испытаниях ничего не изменено. Все так же устанавливаем кристалл на подставку. Открываются два портала, из которых с разных сторон прут на нас армии, старающиеся уничтожить этот кристалл. И нам нужно удержать в течение нескольких волн. С переходом игры на каждую следующую стадию армия становится все сильнее и сильнее. За прохождение этих испытаний нам дают медали, которые впоследствии можно обменять на шмотки или оружие. Эти оружия призывают некое подобие башен. То есть играем по принципу Тауэр Дефенса. Во время испытания эти башни можно вызывать за этарианскую манну. Та, что выбивается из вражеских болванчиков. И призываются они в безлимитном количестве. А вот во время обычной игры всего лишь одну штучку. И тратя обычную манну. Каждая купленная у трактирщика шмотка позволяет увеличить башни в обычном режиме на один. Таким образом, проходя это испытание, мы можем полностью собрать сеты защитника, который будет играть как отдельный класс в игре. Он не маг, не воин, не призыватель и не лучник. Назову его защитником, потому что оперирует только одними лишь башнями. Как видите, обновления вроде бы есть, а тем не менее, изменений почти никаких. Как игра проходилась раньше, так же и сейчас. Разве что добавляются некоторые косметические предметы, или совершенно несущественные. Например, вот эта тринка в виде табуретки. И большинство изменений именно такие. Дают незначительные какие-то бонусы. Зачем эта табуретка? С нее нельзя прыгнуть. Но она повышает на пару блоков. Зачем? Чтобы сметать паутину с потолков? Ну да ладно, все самое лучшее еще впереди. Тем временем, зная расположение джунглей, я могу найти замок. Он находится с противоположной стороны на краю карты. В подземелье замка очень много ценного, но зайти туда до схватки со скелетроном нельзя. Старику входа как бы предупреждает. Если зайдешь до того, как сразишься с хранителем, то бей пиписька. Ладно, готовлю арену и жду ночи, так как этот чудик приходит только ночью. Видимо, потому что... Кровосися! Поначалу отстреливаю ему его костлявые ручки, чтобы башка стала более уязвимой, а потом привожу его в бешенство и добиваю. И тут на тебе сюрприз обновления. Диванчик от Чипи Гейминг. Вау, вот это мощно. Отсылочка на ютубера, который остался в игре. Сделано годно. Пусть и по сути мелочь, а человеку, наверное, приятно. К тому же, в игре сейчас на всех диванчиках и стульчиках и табуретках можно сидеть. А на кроватях спать, ускоряя течение времени. Что раньше не было. Внутри подземелья замка нахожу девушку-инженера. Еще один персонаж, который поселится в нашем лагере. А вот сам Данж стал намного опаснее. Огромные ямы. Гораздо больше шипов. Ямы с шипами. Ветхие стены и полы. Взрывающиеся сундуки. Ядовитые дротики. Всего стало больше. Подземелье замка стало еще опаснее, чем было раньше. Но в этом даже есть какой-то интерес. Приходится не торопиться и все прощупывать. Однако, когда отовсюду на нас бегут враги, это совершенно непросто. Благо, тут нет боссов. Зато они есть в джунглях. Вспоминаем опять про пчелиную матку. Чтобы с ней сразиться, нужно набрести на подземной пчелины улей. Внутри которого стоит безобидная личиночка. Безжалостно размозжив его, вызываем бешенство матки. У нее есть несколько стадий бешенства. Но все они не страшны, потому что к тому времени я уже успел хорошенько так вооружиться. Но нового ничего с пчеломатки не падает. Ведет она себя тоже по-старому. Все, как я ранее говорил. Обновления есть, но они практически не затрагивают игру. Оставив ее такой, какой она была ранее. Движусь дальше. А конкретно вниз. Для начала, докопавшись до лавы, спускаю в нее воду. Получив таким образом обсидиан. Он потребуется мне в дальнейшем для производства адских слитков. При очередном возвращении на базу обращаю внимание на какие-то странные драгоценные желуди, которые можно сделать из драгоценного камня и обычного желудя. Я понимаю, что это семечко, которое можно посадить и возможно вырастить драгоценные камни. Но где? Куда я только не попытался тыкнуть это семечко. И в землю, и в глину, и в грязь. Нигде оно не растет. Но вот тебе чудеса логики. Оказывается, семечко из драгоценного камня нужно сажать в камень. И не где-нибудь, а под землей. Почему так, не знаю. Но прикольно. И в будущем из нее вырастает вот такое вот драгоценное дерево, срубив которое мы получаем драгоценные камни, драгоценную семечку и камень как материал. Это будет очень полезно тем классам, которые используют драгоценности для крафта своих предметов. Например, для магов. В ходе бурения скважины в ад также не раз натыкался вот на таких маленьких светлячков. Эти забавные создания иногда сопровождают нас в подземельях и показывают дорогу к ближайшим сокровищам или к очень ценной руде. А если рядом ничего нету, то они просто сопровождают нас, пока мы не приблизимся к чему-то ценному. А я приблизился к своей цели. Так сказать, достиг дна. Добурил до ада. Где буду, бурить ад. Набираю адского камня. Набираю куклы Вуду. Строю арену для будущего сражения со стенной плоти. Периодически возвращаюсь на поверхность для того, чтобы производить нужные мне предметы или поучаствовать в событиях, таких как слизневый дождь. У кошатницы удалось купить моллюсковый свисток. Он позволяет призывать розового фламинго. Весьма интересное ездовое животное. Умеет плавать и очень быстро бегать. Купил лицензию на киску. Ну а чё? Пора уже. Взрослый мальчик. Правда, кошка доставляется службой доставки и приперли её только на следующий день. Ничего навороченного в ней нет. Тоже декоративный предмет. Можно разве что погладить и полюбоваться. Также переселить её к различным другим персонажам. Я её решил подселить к дрядке. Она вроде природу любит, кошу не обидит. Что ж, на прощание погладил кисю и по идее надо бы отправляться в ад. Но я вспомнил, что с пчелиной матки в джунглях можно выбить особую ездовую пчелу, которая мне бы очень не помешала. Из всех медовых ошмётков, что у меня остались, скрафтил несколько призывалок для пчеломатки, а также посох шершня для того, чтобы мне пчёлы тоже помогали. Долго мучить мне насекомое не пришлось. Уже со второго раза выпадают медовые очки. Ура! Везучий случай. Именно они призывают ездовую пчелу. Шанс на выпадание такого предмета очень мал, но мне как-то везёт. Попутно, пока курочил джунгли, насобирал материалов на травяной клинок. Последний из тех мечей, что требуется для производства грани ночи. Беру их с собой, сажусь на фламинго и отправляюсь к демоническому алтарю. Тот, что находится под поверхностью в багрянце. Только там их можно слить в одно. Ножик красивый, но на данный момент уже достаточно слабый для меня. Поэтому просто закидываю в сундук, позже пригодится. Из адского камня собираю посох бесов для того, чтобы призывать чертиков. Они немножко помощнее пчел, но тем не менее одеваю пчелиную броню, которая позволяет призывать больше прислужников. На данном этапе я призыватель. Куклу в лаву, гида на тот свет, стену плоти сюда, будем драться. После победы над стеной мир переходит в хардмод, а я перехожу в неистовый фарм стенок. Буду долбить их одну за другой, пока не надоест. Продолжение следует... Так, ну все, надоело. Упс, а я телепорт не взял. Ну ладно, давай по старинке. Что ж, раз уж я перешел в хардмод, пора фармить руду и эссенции и крафтить по очереди каждый из видов брони. Тыц, 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 тыц. О, волшебник. Моя башня Саурона стала настолько высокой, что за нарушение воздушного пространства на меня постоянно набрасывается виверна. С одной стороны, это хорошо, много на фармлюэссенций чуть позже, но сейчас это сильно мешает. Еще одно нововведение. Если слишком много могил набирается в одном каком-то определенном биоме, то он превращается в кладбищенский. То есть окутывается какой-то туманной дымкой, начинают ходить призраки, зомби и появляются какие-то редкие скелеты, вороны, всякая прочая нечисть. А все вокруг окутывается сумраком. И чтобы не портить себе пейзажи, да и просто чтобы не мешали различные неприятные создания, придется эти могилки подсобирать. Такс, убийство стены плоти дало мне режим хардмода, а это значит, что появились новые противники, а также и новая руда. И эту руду надо собирать. Сначала кобальт, потом орехалк, а позже адамантит. Количество руды зависит от количества разрушенных алтарей, поэтому нужно их все отыскать и развалить священным молотом. Для каждой следующей руды нужен бур или кирка из предыдущей. Сказано, сделано. А позже, набухавшись зелья шахтера, ищу всю руду, которая видна на карте. Делается это быстро и особо беспроблемно. Главное вовремя собирать буры. Без бронюшки мне кишки намотают на ушки, поэтому поехали. Кобальтовая готова. Пум, тыц. О, гоблин-изобретатель. Отличненько. Ой, проморгал появление близнецов. Пошли, нафиг я не готов. При помощи пчелы имею возможность посетить остальные летающие острова. И да, если не разрушить эти здания, то в них могут селиться иногда ваши гости. Поэтому будет трудно достать некоторых из них, но с другой стороны они хотя бы придут. Ой, да, стоит не забывать про прохождение кристалла, а то слишком сильно далеко скачу, потом не смогу. Да чтоб тебя, языди-змеюка! Формлю орехалк. Еще формлю. О, адамантит. Это я пока не могу. Ну ничего, запомним местечко. Так, скелет-торговец. Отлично. Противовес и перчаточку. Теперь орехалковый бур. Еще ломаю алтари. И еще. Лавлю слитки. И делаю броню. Пока добываю металл, в каждом из биомов формлю эссенции. А в святом биоме еще и кристаллы. Ух ты! Желатиновый кристалл. Написано, что призывает королеву слизней. Но судя по всему, это надо было делать в святом биоме. А я из него уже вышел, и ничего не происходит. Попробую чуть позже. Собираю до конца адамантитовую кузню. И полный набор брони. Ой, прайм приперся. А я не звал и не ждал. Чувствую, получу я сейчас. Получил. Это я почему такой лошара? Да потому, что у меня крылышек нету. Летим в небо, травить виверну. Сначала ощипываю гарпий на перья. Потом акрица виверна, и с нее забираю эссенции воздуха. В святом биоме наколачиваю эссенции света. В сумме из этого можно сделать первые крылышки. Ну а если можно, то почему бы и нет? Делаю. Ох, ну я прям теперь как ангел, упавший с небес. Пойду-ка кого-нибудь замочу. Брум-брум-брум. Адамантитовые шмотки. Раз уж я теперь ангелочек, то мне нужна святая броня. А сделать ее можно из святых слитков, что выбивается из моих старых приятелей. Хардмодных версий прежних боссов. Глаза, скелетрона и червячка. Механический череп готов. Призываем скелетрона. Ой, а я и забыл, что утром карета превращается в тыкву, а скелетрон убивает всех с одного удара. Не беда, новых настрогаю. Еще черепушек. Готовлюсь. Жду ночи. Призываю. Выходи, чудище болотное. Биться будем. Субтитры сделал DimaTorzok Готов. Следующими на очереди будут глаза. Субтитры сделал DimaTorzok Готово. Далее призываю кролика. Погладил кролика. В общем-то все. Готов уничтожать уничтожителей миров. Уничтожитель уничтожен. И еще разок. Святая броня. Дальше взор мой устремился опять же на территории джунглей, коей богатой хлорофитовой рудой. Непрерывно опустошая пузыри шахтерским зельем, коей насобирал ранее, очищая окрестности от ценного зеленого металла. Попутно отыскиваю и помечаю факелами бутончики плантеры. В дальнейшем буду их гасить, сорудив общую арену. Если обставить бутончики факелами по кругу, то на карте они показываются как желтые квадратики. Это удобненько и цветастенько. По итогу после трех бутылочек имею более тысячи руды. Можно идти переплавлять. Все это пойдет только на одну цель. Хлорофитовые пули. Те, что наводятся сами на цель. Ничего другого из нее делать я не буду. Готовы пульки бутылечки, я иду рубить цветочки. Пока готовил арену, заметил следующее животное. Изумрудная белка. Такого раньше не было. Если бы успел поймать, то можно было бы продать за немалые деньги. А я, к сожалению, ее угробил. Плантеру решил бить в костюме защитника. То есть буду ставить как можно больше башен и стрелять в нее хлорофитовыми пулями. Подготовился, как обычно, с запасом. Развесил сердечных ламп, подселил медсестричку и дриаду. Сделал углубление с медом. Много регена, много брони, поэтому у растения Людоеда шансов не было. Продолжение следует... Так как арену я построил в том месте, где были сразу два бутончика, то, не задумываясь, шлепаю сразу же и вторую. Субтитры сделал DimaTorzok После чего фармлю черепаший панцирь, который мне потребуется для черепашей брони, и отмечаю все остальные бутончики, так как плантер мне надо еще будет грохнуть немалое количество. А убиение первое из них дало мне ключ от храма джунглей, который еще предстоит найти. Это подземная пирамида, состоящая из блоков, которые нельзя разломать киркой, и только ключ позволяет в нее пройти. Ну или использование багов. Внутри подземного храма мне предстоит схлестнуться с роботизированным големом, но пока я к нему не пойду, нужно еще бронюшку подулучшить. Собранные черепашьи панцирь и часть хлорофита ушли на производство черепашьей брони. Теперь, как несложно догадаться, я черепашка, и мне нужно срочно найти канализацию. Нашел. Но она уже походу заполнена прихвостнями клана Фуд. Надеюсь, сплинтер успел унести свой хвост. В подземке преследуют только две цели. Первая это сбор эктоплазмы с призраков, она еще пригодится в будущем для крафта. Вторая это фарм сундучков, в одном из которых нахожу вампирские ножи. Вот тена. Больше мне здесь вообще ничего не нужно. Это имбовое оружие превращает урон в моей жизни. Вообще, вампирские ножи оружие слабое. Но учитывая, что я одет в черепашью броню, а значит все, кто будут меня бить, получат урон в обратную сторону. А ножами я буду постоянно себя отлечивать. Мои жизни и будут моим оружием. Странно, что броня называется именно черепашья, а не дикобразие или не ежиковая. Ежовая. Для испытания этого имбалансного набора я снова заглянул к плантере. Смотрите, что происходит. Это же издевательство над цветочком. Страшно представить, что будет с големом, который почти весь урон наносит в ближнем бою. Что ж, пойдем и проверим. Для начала нашел подземный храм. Его обслуживают некие ящеры, любители технологий. Не иначе, как те самые рептилоиды, о которых все говорят. Пробиваюсь через ловушки, уничтожаю ящеров, собираю с них батарейки. Дойдя до главного зала храма, получаю доступ к алтарю ящеров, вставив батарейку в которого можно призвать голема. Стартую. Вампирские ножи и броня черепахи делают свое дело. Я просто как терминатор. Уничтожаю столько големов, насколько хватит батареек. С них собираю жучие панцири. Очень странно, что вообще с него что-то жучее падает. Жук из него так себе. Вот если бы с него падали камушки, было бы более логично. Хотя, кто знает, что эти ящеры там в него зажучили. Уничтожение голема открывает финальную цепочку для призыва главного босса игры, Мунлорда. И дабы он явился, не запылился, начнем его раздражать. Первым делом уничтожу его секту культистов, кое обосновалось в замке и молятся на его изображение. Не знаю точно, то ли это четыре различных фанатика, умеющих сливаться в одного культиста-лунатика, то ли один культист, умеющий строить из себя целую секту. Но факт заключается в том, что в битве их становится то больше, то меньше. Их брыканье заклинания делают мне бобо, но вампирские ножи все еще актуальны в этом сезоне, поэтому прохожу без труда. После убиения Мунлордовских прихвостней в мир приходят четыре башни призыва, распределенные равномерно по территории карты. Первая башня солнца. Символизирует класс война и испытания ближнего боя. Башня Вихря. Испытание дальнего боя и символизирует класс стрелка. Башня Туманности. Класс магов. Ну и башня Звездной Пыли. Символизирует призывников. Не, не этих. Изначально каждая башня находится в непробиваемой защите, дающая им полный иммунитет. Но они непрерывно призывают в этот мир различных монстров, уничтожение которых позволяет этот щит ослабить и в дальнейшем сделать башню уязвимой, чтобы впоследствии уничтожить. Каждая из башен является испытанием для героя и легче всего проходится именно тем классом, который она символизирует. То есть башню солнца легче всего пройти в ближнем бою с отталкиванием, не двигаясь с места и не взлетая, не прыгая. Наибольший урон у этой башни наносит многоножка, которая летает по небу и не будет настрогать, пока мы не оторвемся от земли. А всех остальных противников можно оттолкнуть и они наносят не очень-то большой урон, поэтому для нас не опасны. После уничтожения всех четырех башен призыва в этот мир без предупреждения придет Мунлорд, а значит я должен подготовиться заранее. Жучими панцирями обжучиваю свою черепашью броню до брони жука. При подходе к башне вихря встречаю вот такую миленькую радужную бабочку. Как оказалось, это новый босс террарии, так называемая призматическая златоглазка. Если ее не трогать, то она не будет агриться. И приспокойненько будет летать где-то в окрестностях. Ее можно поймать с очком и впоследствии выпустить там, где нам нужно. С очка у меня нет, поэтому бабочку я не трогал, а просто летал рядом и рассматривал. Но тут произошла нелепость. Сраная однопланетная медуза выстрела по мне. В аксессуарах у меня лежит звездный плащ, который выпускает звезды при получении мной урона. И падающая звезда задела бабочку. И златоглазка сразу же преобразилась в жоподерку. Новый босс невероятно красивый и с очень интересной механикой. С такой красивой анимацией опистониваться приятно даже что ли. Каждая ее атака и выпад услада для глаз. Жоподерка имеет несколько стадий агрессивности в зависимости от потраченного ей здоровья. Но драться с ним можно только ночью. Потому что с наступлением утра дает молниеносного смертельного леща с одного удара и сваливает в освоясь. Именно поэтому выловить ее с очком и выпустить в начале следующей ночи будет куда более правильным решением. Но с данной экипировкой мне ее сейчас не осилить. Поэтому возвращаюсь к башням. Хотя их мне тоже особо не осилить. Слабоват я, выдаю очень мало урона, хоть и защищен достаточно неплохо. Поэтому решил, коль не боевой мощью, так хитростью. Окопаюсь и буду бить их снизу из-под земли. Но тут из-за моей хитрости матрица что-то дала сбой и противники наклонировались в таком количестве, что я даже не знаю как их теперь уничтожать. О, точно вспомнил, мне же с плантеры падал гранатомет. Ща у кого-то бомбанет. Субтитры сделал DimaTorzok Любыми доступными мне средствами уничтожаю все четыре башни и жду появления мунборда. Щас будем драться. В финальном боссе, опять же, никаких изменений нет. Ему нужно отбомбить и глаза, и делать это желательно максимально равномерно, потому что переходя во вторую стадию, глаза становятся опаснее и более уронистее. По привычке бился с ним через арену, используя медсестру. Но куда проще на самом деле тупо летать с ним по карте и дамажить глаза. После убиения всех трех глаз открывается сердце мунборда, на которое мы и должны перенаправить всю свою боевую мощь. А далее чё? А далее всё. По идее, в игре больше никакого контента более крутого-то и нет. Можно было бы ещё, конечно, для разнообразия наведаться к реброну, но я ненавижу рыбалку в любой игре, поэтому этого босса стараюсь избегать, учитывая, что он призывается именно при помощи рыбалки. Но, помимо златогласки, в игре добавлен ещё один босс. Это королева слизней. Помните тот кристалл, который я не мог применить? Я вспомнил о нём только после прохождения всей игры. Толку от неё в игре достаточно мало. Как видите, что короля слизней, что королеву можно смело пропустить, и при этом вы даже не ощутите в прохождении игры какие-либо сложности или недостаток предметов. Помимо боссов добавлены ещё и мини-боссы, которые опять же вызываются при помощи рыбалки во время кровавой луны. Это акула-гемогоблин, кровавый уголь и дредноутилус. Ну, хорошо, пусть будут. А теперь о самом имбалансном изменении в игре, которое доступно в самом конце после того, как вы пройдёте вообще всё. Меч под названием Зенит, который совмещает в себе все знаковые мечи игры. Чтобы его собрать, нужно не просто пройти всю игру, а пройти её несколько раз, заходя на разные карты. Потому как одним из компонентов будет являться зачарованный меч, который появляется далеко не всегда, не на всех генерациях карты, и вы можете пройти всю игру, но зачарованного меча в игре не будет. Второй неопреодолимой проблемой может стать отсутствие меди на вашей генерации карты, и вам придётся генерировать следующую для того, чтобы сделать медный клинок. Тот самый первый и самый простейший крафт меча. Также требуется немалое количество знаковых мечей из каждого события и локации, и нужно эти мечи не просрать и сохранить через всю игру. Нужно собрать истинную грань ночи и истинный экскалибур, собрать их с остальными мечами со всех боссов игры, и в дальнейшем мы уже получаем зенит. И это убойная штука. Владея таким оружием, в игре нет ни одного врага, который мог бы представлять вам опасность. Его анимация представляет из себя вихрь из всех клинков, которые мы собирали. Если поставить на замедление или паузу, то можно их увидеть. Что мунлорд, что призматическая парижуйка отлетают за несколько секунд. Зачем вообще этот меч в игре? Ведь нет ни одного достойного противника, для которого можно было бы применять это оружие. Могу предположить, что для прохождения модификаций, в которых сами игроки могут добавлять дополнительных монстров. Ведь теперь тимодлоудер доступен как официальное дополнение к игре, и можно смело установить его через стим и запускать различные модификации на официальном клиенте. А уж при использовании и модификации можно насоздавать таких монстров, которые дадут просраться даже самым имбалансным оружием. Что ж, я прошел террари версии 1.4 и показал, как в геймплее все это ощущается. Естественно, предметов гораздо больше, их около 1000 штук, и обо всех о них даже не хватит часового видео, чтобы рассказать. Тем не менее, многие из них находятся где-то у торговцев, и для них требуется немалое количество денег, которые в игре особо-то непросто заработать при нормальном прохождении. Тем не менее, террария не особо-то заточена на прохождение. Это является формилкой-песочницей, в которой мы и должны что-то зарабатывать, что-то крафтить. Но меня куда больше интересовало, насколько обновление поменяло именно порядок прохождения игры. Практически ненасколько. И на самом деле, я этому очень рад. Это правильный подход. То, что раньше работало, работает и сейчас. Все наши фишки-секреты и необычные тактики и сейчас будут пахать. Все видеотуториалы и статьи, созданные людьми и фанатами игры, не теряют актуальности. А значит, все труды фанатов, создавших ранее видеоинструкции, руководство, обучалки и различные секреты, не просраны. Разработчикам других игр, не буду говорить каких, нужно поучиться у создателей террарии. Вот как нужно делать обновление. Мне было интересно проходить игру, которую я уже прошел ранее. Я делал это теми же самыми путями, тем не менее, встретил очень много нового. Но многое также и пропустил, что позволяет мне сделать еще одно прохождение, для того, чтобы захватить гораздо большее количество нового контента. По-моему, это очень круто. Лично я доволен. На этом у меня все. Всем пока. Продолжение следует...